Я вот думаю о том, какая ирония судьбы. Еще в прошлом году, до августа, до сентября тебя не знали, а сегодня ты один из лидеров рабочего сопротивления Беларуси. Интересно получилось. Ну да. New York Times даже о тебе написал, назвал тебя новой политической звездой Беларуси. Мне очень интересно, вот когда в твоей жизни наступил тот момент рождения оппозиционера Сергея Дылевского? Когда ты себе сказал, плевать на последствия, плевать на то, что могу потерять работу, могут быть более серьезные последствия, но я далее не могу мириться с тем, что происходит в моей стране? Был такой ведь момент? Да, такой момент был. То есть из рядового, сочувствующего и несогласного с режимом превратился именно в такого ярого оппозиционера в ночь с 9 на 10 августа. То есть когда нас просто уничтожали на Стелле, когда нас избивали на Немиде, то есть я видел эту жестокость, эту жесть, что-то творится. Просто я для себя понял, что так не должно быть. То есть помимо того, что нас уничтожают на рабочих местах, потому что условия никакущие, то есть у нас травматизм и смертность на рабочих местах выше, наверное, чем во всей Европе. Вместе взятых, да? Вместе взятых, да. И причем, что зарплаты никакие. Так нас еще и убивают в свободное от работы время. То есть для меня вот это стало переломным моментом. Я понял тогда, именно тогда, что мириться с этим нельзя. Сколько ты лет проработал на Минском тракторном заводе? Я первый раз пришел на тракторный завод в 2006 году. В каком возрасте? По-моему, два месяца до 16-ти летия. Это я на летних каникулах пришел подработать на тракторный. Простым рабочим? Да, простым рабочим. На производство застанок токарный. У вас, по-моему, вся семья, это династика, это все как-то с МТЗ связаны. Да, у меня отец после армии пришел работать на Минский тракторный завод. Мать после института пришла работать на Минский тракторный. Ну и я вырос, закончил машиностроительный лицей и пошел работать на тракторный. Родители до сих пор работают или уже нет там? Родители на данный момент уже закончили свою работу, то есть им не продлевают контракты. У меня родители пенсионеры, то есть режим сказал, что не надо, чтобы родители Сергея Делевского работали на предприятии, чтобы был такой укольчик им, скажем так. Рабочее движение Беларуси сейчас, на этот момент, что это? Как оно сейчас выглядит? Рабочее движение Беларуси, это выглядит сейчас как, можно сказать, даже такое разношерстное объединение рабочих по цеховому принципу, по географической составляющей. То есть есть сейчас вот официально как бы заявленные о себе два объединения, это вот рабочий рух и есть объединение рабочих, то есть так называется Белорусское объединение рабочих или попросту БОР. Эти две организации занимаются именно защитой прав трудящихся, объединением трудящихся, то есть я же говорю по цеховому, по географическому признаку. Каждому обратившемуся в наши эти объединения, то есть всегда найдется место, то есть это люди с абсолютно разных предприятий, из частного бизнеса представители. То есть мы стараемся и защищаем права рабочих внутри страны посильно как можно. Численность состава вот этих организаций, этих объединений, она постоянно растет. В прошлом году, Сергей, все мировые СМИ писали Беларусь, революция, фотографии с утра до ночи на информационных телеканалах показывали. Потом масса публикаций о том, что ужесточаются репрессии, аресты. В каком месте, по твоим ощущениям, мы находимся сейчас, если говорить о Белорусской революции? Какой этап сейчас? Если говорить о Белорусской революции на данный момент, то мы находимся сейчас в состоянии среднем между партизанскими движениями и предзабастовочным положением в стране. То есть это такое затишье перед бурей? Это затишье такое перед бурей. Белорусский народ наконец-таки осознал, что права трудящихся нарушаются постоянно, условия работы крайне тяжелые, несоразмерно тяжелые по сравнению с заработными платами. Заработные платы низкие, социальные права и гарантии не соблюдаются и не защищаются. И на фоне всего этого белорусы готовятся отстаивать свои права, отстаивать свои блага, скажем так, путем, возможно, даже забастовки. Я думаю, ты анализировал забастовки 2020 года? Да, анализировал. К какому выводу пришел? Ну, пришел к выводу, что осенью 2020 года забастовки были малоэффективными, потому что они были неподготовлены. Что ты имеешь в виду, говоря, не были готовы? Как необходимо готовиться? Банальные вещи. То есть запасаться той же едой. То есть человек, который выходит за бастовку, он должен осознавать для себя в первую очередь, что когда он выйдет бастовать, ему нужно будет чем-то кормить свою семью. Да, то есть в первую очередь не надо надеяться ни на кого. То есть наша задача, да, помогать людям бастующим, да, но первая помощь должна приходить непосредственно от самого человека. Человек должен быть готов выйти с тачки. Вот в финансовом плане, да, постараться закрыть какие-то свои моменты, связанные там с коммунальными платежами, с кредитами и так далее. То есть человек должен быть максимально независим от государства, чтобы начать бастовать без ущерба для своей семьи. Сейчас какие настроения среди рабочих? Есть, остались парцы? Да, на заводах до сих пор осталось достаточно много людей, которые готовы к активным действиям. Еще больше осталось людей, которые сомневаются в себе, в своих силах. Они не видят, как бы, вариантов для выхода в забастовку. Это вот опять же та вещь, которую я говорю, что они финансово пока зависимы от государства, да. То есть остались такие люди, которые против действующей власти, против того беспредела, который творится, да, даже на их рабочих местах, против этих ущемления своих прав, да, но они не знают, как перебороть вот это все. С этим нужно работать, грубо говоря. Ты как рабочий должен знать, на какие кнопки души-сердца? Разъяснять, что дальше будет только хуже на самом деле. То есть если мы не пошевелимся, если мы пока ничего не сделаем, да, то есть уже не прокатит ситуация, что моя хата с краю, я отсижусь. Сейчас ситуация такая, что моя хата следующая. То есть если я попытаюсь отсидеться в данной ситуации, да, то завтра уже мне не будет что есть. Будет нечего есть в моей семье, я пойду под сокращение. То есть тем, что творит сейчас режим, то есть отказываются от сотрудничества там европейские, заграничные, там, бывшие какие-то сотрудничающие компании, да, на сегодняшний момент отказываются от работы с белорусскими предприятиями, следовательно, это влечет уже увольнение людей. И человек, даже который не проявляет активную свою гражданскую позицию в отношении режима, да, он уже банально в зоне риска. И это нужно давать, пояснять людям. Опять же, нужно пытаться донести до людей, что мы со своей стороны тоже тут за границей, да, люди, которые выехали из Беларуси, тоже не сидим тут на золотых горах, пальцем в носу не ковыряемся. Мы тоже работаем над тем, чтобы помочь протесту внутри страны в первую очередь. Кстати, мне правду сказали, что ты спишь по 3-4 часа в сутки. Ну да, такое бывает. То есть я ищу где-нибудь портал в параллельную вселенную, чтобы еще несколько часов достать, потому что работы действительно очень много, работа делается огромная, колоссальная, да. И я и моя команда у меня довольно-таки, ну, неплохой уже костяк сбитый из людей из разных стран мира, что самое интересное, мы общаемся там по сетям интернет, работаем вместе. И люди-то так же, как и я, то есть где-то 3 часа, где-то 4 часа в сутках поспишь. То есть времени катастрофически не хватает в сутках, чтобы все сделать запланированное и задуманное. В середине октября ты вынужден был уехать из Беларуси, спасаясь от репрессий. Как ты себе здесь на жизнь зарабатываешь? Ремонтами автомобилей, правильно я понимаю? Ну да, занимаюсь ремонтами автомобилей, то есть механическая часть, там по сварке, немножко по малярке, такими вещами занимаюсь. В Минске тоже ремонтами занимался? Да, я больше 10 лет, то есть работал у себя в гараже, то есть занимался, то есть подрабатывал. Параллельно с заводом? Я подрабатывал у себя в гараже, занимался ремонтом автомобилей. Как твоя жизнь сейчас выглядит? Я так понимаю, что гараж, ремонт это лишь малая доля того, чем ты занимаешься и далеко не основная. Гараж и ремонт это основное, чем я занимаюсь, чтобы не помереть с голоду, грубо говоря, чтобы у меня семья моя была в достатке, чтобы нам было что кушать, чтобы нам была крыша над головой. А основная моя жизнь это борьба, то есть я ложусь спать с планами, с проектами какими-то, которые приблизят нам к победе и просыпаюсь теми же мыслями. То есть мы работаем с работниками госпредприятий в Беларуси, то есть стоим на защите каждого, работаем с юридическим обоснованием, то есть оспариваем увольнение сотрудников того или иного предприятия. Вся моя деятельность связана с тем, чтобы помогать рабочим отстаивать свои права в Республике Беларусь. Какая сейчас ситуация на заводах Беларуси? Ужасающая просто. Не соблюдаются права на безопасный труд рабочих, не соблюдаются банальные санитарные пожарные нормы. Доводит до абсурда, то есть я даже вспоминая себя, свои места работы, когда шел дождь, мы, не думая о себе, пытаясь сохранить оборудование, чтобы не было коротких замыканий или что, мы накрывали целлофаном станки, вместо того, чтобы руководство уделило какое-то время, какие-то средства на ремонт кровли в цехах, нам закупили целлофан и дурачки накрываются станки. То есть всем было до лампочки, что нас там шабанет током, что нас поубивает. Абсурдов хватает? Абсурдов хватает. У нас, я еще раз повторюсь, очень высокий травматизм на производство. Далеко ходить не надо, не далее, как в прошлом месяце. Было уже две аварийные ситуации, даже не на моем предприятии, а на Беларуськалии. То есть один смертельный случай, второй случай тяжелого травмирования. И это за месяц. То есть это говорит о том, что на волне протестов, забастовок еще осенью, сейчас на этом предприятии не хватает рабочей силы, но руководство все равно заставляет людей идти спускаться в эти шахты, недоукомплектованные бригады, и люди берут на себя нагрузку больше, чем могут вывести, просто для того, чтобы как-то заработать для своих семей. И из этого выходит, что один за другим не досмотрел, выходит травматизм. И это проблема. А пожаловаться человек не может, ему некому жаловаться. Независимые профсоюзы в стране убиты. Будем честными, признаем это открыто, что независимые профсоюзы мертвы. Их просто убили. Провластные профсоюзы, так называемые, это не профсоюзы, это прихлебатели-хунты, которые ничего равным счетом не решают. Они не стоят на защите прав рабочих. Они не расследуют какие-то чрезвычайные ситуации на предприятиях. То есть все сводится к тому, что если работник, не дай бог, умер, то работник сам в этом виноват. Это всегда и повсеместно. Так вот наша задача вот это исправить. А вот эти вот прихлебатели, о которых ты вспомнил, и руководство заводов, как ты считаешь, они искренне поддерживают режим? Или ветер подует в другую сторону и будет как в фильме? Красные пришли, сняли шапку. Помнишь свадьбу маленький? Белые пришли, надо менять шапку. Ну тут ситуация в том, что по большому счету сидят люди, которым осталось, то есть из разряда, а бы до пенсии дотянуть. По большой своей массе эти люди, которые работают в провластных профсоюзах, они вполне в состоянии, когда все изменится, переметнуться на сторону народа. Как и в принципе любая силовая структура, силовой сектор, то есть госструктура практически, то есть все готовы переметнуться на сторону народа, но есть и идейные. Как в прошлом году забастовка на МТЗ начиналась? Как, наверное, и на всех предприятиях в Беларуси. Как таковой никакой такой отмашки не было, какого-то там Васи Путкина не было, который по щелчку сказал «мобилизуемся». То есть это выходило так, что люди приходили на работу и делились вот этими эмоциями со своими напарниками. Там просто станки стояли, люди стояли в курилках, собирались в какие-то группы, общались между собой, то есть и делились увиденным, то есть проецировали там через себя, пропускали всю эту информацию, которая была. То есть люди были настолько в шоковом состоянии, никто не подходил к станку. И с этого забастовка и началась. То есть люди просто сказали «да сколько ж можно? Сколько мы будем это терпеть?» И просто остановились и цеха целенаправленно пошли к центральным проходным. Как ты стал лидером стачкома? У нас было 23 человека в стоященном комитете Минского тракторного завода. То есть нас выбрали люди, которые на тот момент бастовали для диалога с руководителем непосредственным, то есть с генеральным директором завода, с идеологом. Потом еще премьер-министр там приехал у нас. Планировался разговор, который так и не состоялся. И меня выдвинули вот как кандидатуру такую, как человека, который может говорить за рабочих. Меня поддержали. Признайся, ты хотел? Я по натуре своей социофоб немножко. Я не люблю больших скоплений людей. То есть это не для меня все было. Но на тот момент, может быть, я был, что ли, там, злее всех. Ну, просто я был человеком, который мог говорить. То есть я не стеснялся ни руководителя своего предприятия, ни цеха, ни завода. Приехал тот же премьер-министр. Я не стеснялся с ним говорить. Я говорил с ним, вот как сейчас разговариваю с вами. Абсолютно на равных. И с позицией той, что что вы творите? Прекратите, ублюдки. То есть я не побоялся этого говорить. И, наверное, поэтому во мне какого-то лидера увидели, как бы, что я не боюсь. Вот многие бы промолчали, там, то или иное высказывание сказать. Я не могу молчать. Какая была внутренняя мотивация? Внутренняя мотивация была, наверное, остановить просто это все. Беспредел? Просто беспредел. Да. Не заводы остановить. Я никогда не ставил задачей навредить своему предприятию. На самом деле, как бы это ни смачно звучало, я люблю свой завод. Мне нравилась моя работа. Я любил приходить на работу. Это целый маленький мир. Но моя задача была остановить беспредел и насилие. И в тот момент я понимал, что непосредственно забастовка, она может и ухудшит ситуацию экономическую на предприятии. Но на время. Но тем, что я ухудшую экономическую ситуацию на заводе на время, я могу улучшить ситуацию политическую в стране навсегда. Я до интервью у тебя спрашивал, кто для тебя вот такой вот наиболее важный оппозиционный деятель и услышал в ответ Николай Статкевич. Почему именно он? Ну, наверное, потому что Николай Статкевич по своему вот идеологическому, что ли, вот ритму жизни, он очень, ну, я очень похож, может быть, на него. То есть он задался целью и он придерживается своей позиции, своей цели до конца. То есть он ни разу, этот человек, не переобулся, да, то есть какие бы репрессии относительно его не происходили, сколько он сидел по административным делам. А его режим не жаловал? Не жаловал абсолютно. То есть сколько он сидел по уголовным делам. И сейчас он сидит. Но он сидит за идею. Он твердо уверен в своей правоте. Это человек, на которого стоит равняться, наверное, каждому. То есть он уверен в том, что он делает. Он уверен, что его дело правое. И он двигается вот именно к своей цели. Сергей, как мы можем помочь людям, находящиеся на свободе, помочь Статкевичу и другим политзаключенным? Самая, наверное, большая помощь, которая может быть для людей, которые сейчас в тюрьмах, это огласка. Огласка перед всем миром, что у нас сидят люди за то, что они не согласны с режимом, действующим в стране. То есть давать постоянно их в повестку. А об этих людях должны слышать постоянно. То есть я твердо уверен, я твердо убежден, что чем больше человек на слуху, тем больше он в безопасности. То есть если тот же Николай Статкевич, Сергей Тихановский, Северинец, если про них будут говорить каждый день, эти люди будут в намного большей безопасности, чем когда про них замолчат. То есть когда власть поймет, что человек где-то ушел с повестки, про него не слышно в СМИ, они его просто уничтожат, этот человек не выйдет из тюрьмы. Власти на это готовы, они пойдут на это легко. И наша главная задача, чтобы эти люди всегда были в повестке, нам очень важно всегда про них говорить. Беларусь будет вольной. Верить можем, перед нас нужен! Верить можем, перед нас нужен! Как ты оцениваешь санкции Запада? Нужны, не нужны, слабые они или жесткие, или еще жестче должны быть? Как ни крути, санкции нужны. В той ситуации, которая сложилась в Беларуси, санкции нужны как воздух. Но те санкции, которые введены сейчас, на данный момент, это как слону дробина. То есть санкции нужны более решительные, более эффективные, и санкции нужны даже не на людей, а санкции нужны именно на предприятия. Все санкции, которые вводятся сейчас, то с ними эффективно борются, дают дочерним предприятиям, каким-то фирмам-однодневкам, через перепродажу, через третьи лица, они все равно продолжают торговать. Потому что санкции на продукцию предприятия не введены. Ты был возле завода колесных тягачей, когда Лукашенко там освистывали? Уходи! Уходи! Спасибо. Меня, собственно, тогда и выдвинули как представителя рабочего класса. Есть такая легенда о том, что якобы диктаторы, они абсолютно оторваны от мира, они не знают, что происходит, а советники им рассказывают, что на самом деле вас все любят, вас все уважают. И мне кажется, что вот в тот момент и многие другие моменты он увидел, уже было такое лобовое столкновение с народом, с рабочими, когда все скандировали «Уходи!» «Уходи!» А почему он не ушел? Ведь тогда уже точно увидел, что его ненавидит народ. Когда ему в лицо кричали «Уходи!», у него было даже такое искреннее непонимание, и не то что непонимание и обида, у него была ненависть к этим людям. И нельзя таким людям оставаться у власти. Он просто ненавидит свой народ. Он видит в каждом врага, он видит в каждом просто какого-то узурпатора, который хочет его разорвать, уничтожить и так далее. По большому счету он нахрен никому не нужен. Люди просто хотят справедливости. Люди просто хотят, чтобы он и его соратники ответили за свои преступления. Вот и все, ни больше, ни меньше. Ему, его режиму есть прощение? Его режиму нет прощения. Его режим должен принести ответственность за свои деяния. Ты был в Гданьске, встречался, я знаю, с Лехом Валенцией, с человеком, который стал лицом, символом перемен в Польше, когда Польша освободилась от коммунизма. Каковы впечатления? Я про Леха Валенцию немного читал, узнавал. Я знаю, насколько это знаковая фигура для Польши. Для меня он таким показался дедушкой, дедушкой, но очень бодрым таким дедушкой, умным, образованным человеком, несмотря на то, что он простым электриком был на судоверфе в Гданьске. Почерпнул много интересного от него. Он мне дал какие-то наставления, что ли, указания, что мы можем сделать в ситуации 2020 в Беларуси. И что он советовал? Какие были такие рекомендации белорусскому народу? Первое его наставление было такое, что, попробую процитировать его слова, что никто никогда вам не даст зарегистрировать официально какую-то организацию. Вы должны всего добиваться сами. Вы должны сами насмерть стоять за права каждого работника своей организации. То есть вот эти слова, как мантра, у меня в голове сейчас постоянно. Находясь здесь, в Польше, уже чувствуется помощь поляков? Просто колоссальная. И это помощь как государства польского, как Евросоюза, так и простых обычных людей, граждан Польши, да и всего Евросоюза, если брать все диаспоры, то есть Белоруссию, которая в мире. Помощь просто огромная. Я и сам столкнулся, то есть мне самому оказали такую помощь. Можешь рассказать, что произошло? Ну, во-первых, могу рассказать вот про Мирный дом и фундацию «Хуманноч». Катерина и Петр Скобцы – это семейная пара, это просто святые люди, по-другому я не могу нам сказать. Просто великолепные, замечательные люди, они помогают белорусам. Благодаря им вот в Варшаве открылся Мирный дом, это шелтер для белорусов, которым некуда пойти. Лично я столкнулся с ситуацией, когда арендовал квартиру. Хозяин квартиры, поляк, как казалось, из бывшей солидарности, бывший член солидарности, уже глубоко на пенсии. И когда он узнал, кто я, что мы делали в Беларуси, то есть про наше сопротивление в Беларуси, то есть он пошел на очень такие серьезные уступки по аренде жилья. То есть чем может, тем поможет. Что дешевле сдал? Да, процентов на 40 дешевле он сдал мне жилье. То есть помогает всячески и мебелью там. У нас нет проблем, если какая-то трудная жизненная ситуация там в финансовом плане. То есть я могу немножко там просрочить платеж там за квартиру. То есть у него это не проблема. То есть он проникся полностью в ситуацию, и он помогает. Я вспомнил известную цитату из Ильфа и Петрова, «Заграница нам поможет». Стоит рассчитывать на заграницу? Или все-таки в основных каких-то вопросах рассчитывать стоит Беларуси и беларусам только на себя? Скажем так, заграница поможет, когда мы будем нуждаться в этом. То есть мы сегодня в этом нуждаемся, заграница нам помогает. Но нужно понимать, что самая главная помощь должна быть от беларуса к беларусу. Это исключительно наша проблема, наша беда. То есть европейское сообщество, мировое сообщество нам помогает по силам, как может. Но основная задача справиться с этой бедой должны только беларусы. То есть мы сами должны стоять на защите своих соотечественников, своих сограждан. Ты как себя видишь в будущем? Хочешь возвращаться домой? Или все-таки есть такое искушение здесь свить уютное гнездо в Польше и остаться? Несмотря на то, что вот как для беларуса, который никогда нигде не был, да... Это первая заграница, правда? Да, это первая заграница в моей жизни. Я приехал сюда, я вижу, насколько уровень жизни здесь выше. Но я понимаю, что лично в моих силах сделать примерно такой уровень жизни и в Беларуси. То есть если мы сами этого сделаем. Да, есть иногда посещают такие подлинные мыслишки, они бросят ли все, но отбрасываешь эти мысли вон и продолжаешь бороться, чтобы вернуться домой. То есть у меня чемодан собран, я всегда хочу домой. Я много интервью записываю, посвященных ситуации текущей. И на вопрос, что будет дальше, чаще всего слышу ответы, ну вот что и логика исторических процессов подсказывает, что дни Лукашенко сочтены, и что по-другому невозможно, что интеллект всегда победит колхоз. Но наиболее интересно во всей этой истории, когда это произойти, как это ускорить, что необходимо сделать для того, чтобы, ну, наконец, сгинул режим, который уничтожает собственный народ. Ну, я, наверное, повторю очень и очень многих, да, что режим на сегодняшний день сам делает все, чтобы самоуничтожиться. То есть самоликвидация идет полным ходом. Режим сам уже давно загнал себя в угол, да, и как сейчас, как загнанный зверь пытается кусаться со всех сторон. То есть у них клеммы срубило, они абсолютно неадекватно действуют. А ускорить только борьбой. Мы прекрасно понимаем, что сейчас остановить режим может только опустошение кошелька Лукашенко, да. Ему должно быть нечем платить своей кунте, своей армии, да. Вот. И белорусский народ может, отстаивая свои права, добиться этого. То есть именно в экономическом плане. То есть мы по Конституции Республики Беларусь, согласно 41-й статье Конституции Республики Беларусь, каждый человек имеет право отстаивать свои экономические права и свободы даже путем забастовки. Это прописано в Конституции. Каждый работник белорусского предприятия имеет право отстаивать свои права путем забастовки. Именно экономические права. Также хочу развеять миф о независимых профсоюзах и профсоюзах в целом, что в Беларуси профсоюзы не имеют права объявить о забастовке. В профсоюзах в Беларуси также имеют право объявить о начале забастовки, но забастовка должна носить экономический характер. Именно поэтому мы говорим, что боритесь за свои права. Мы будем бороться за ваши права. Обращайтесь к нам, мы будем вам помогать. Мы будем отстаивать ваши экономические права и свободы. Если у вас неисправное оборудование, объявляйте об этом, заявляйте об этом. То есть не молчите. Просто, просто-напросто. Хватит молчать. Если беларусы перестанут молчать, мы сможем срушить этот режим. Ты веришь, Свято, в то, что рабочие и есть та сила, которая способна остановить режим? Я уверен, что рабочие – это именно та сила, которая способна остановить режим. Если даже так разобраться, отойти от темы, тот же ОМОНовец или Сгубопика, вот эти вот недочеловеки, он не боится женщину с цветами или шариками. Он боится работягу, который в любой момент может на 32 ключ за пазухи достать. У работяг, у рабочего класса, у человека притуплено чувство боли, чувство страха. Они притуплены. И в плане сопротивления какого-то силовиками, то есть хунта больше боится рабочих. А в плане экономическом хунта очень боится рабочих. Потому что как только станки станут, у хунты не будет денег. Ты говоришь об этом, а я вспомнил одно из интервью многочисленных, которые показывали во время маршей, протестов и высказывания одного мужика, я запомнил. Когда у него спросили, почему вы вышли, он говорит, я смотрел на женские протесты с цветами и все. И мне в какой-то момент стало стыдно, что где же мы, мужики-то? Я по себе знаю, то есть когда руки опускались в какой-то момент, когда я вышел из тюрьмы в сентябре месяца, да, я думаю, да может, ну и во все нахрен. Ну не хотят подниматься рабочие, ну неподъемные, боятся, запуганы, забиты, да. А потом я узнаю, то есть месяц изоляции, я узнаю, что моя мать ходила на акции, да. Я узнаю, что моя сестра принимала участие в этих акциях, да. И я понимаю, что они выходили, а я здоровый лоб буду сейчас дома отсиживаться. Ну этого нельзя допускать. Будущее Беларуси, как ты его видишь? Будущее Беларуси я вижу в первую очередь как свободную страну для своих детей. То есть я вижу эту страну такой, чтобы мой ребенок мог выйти свободно на улицу и высказать свое мнение, да, относительно ситуации экономической, политической, да любой другой стране. И не попасть в автозак. И при этом, чтобы его никто не избил, да, чтобы его не увезли в тюрьму, чтобы ему не дали липовый срок по политическим мотивам, да. То есть я хочу видеть свою страну свободной и все. Субтитры подогнал «Симон»!